Повышение квалификации учителей, совершенствование системы воспитательной работы, социальное партнерство школ и колледжей. Августовская конференция педагогических работников образовательных организаций прошла в Махачкале. Мероприятие постил мэр города Муса Мусаев, вице-премьер Дагестана Екатерина Толстикова, министр образования и науки Республики Шахабас Шахов. О приоритетных направлениях и проблемах развития системы обучения в сюжете моей коллеги Ларьяны Шамхалаевой. Учителя, завучи и директора образовательных учреждений города встретились, чтобы обсудить инновационную модель образования, ее качество и доступность, подвести итоги прошлых лет, обозначив целевые ориентиры на предстоящий учебный год согласно федеральным стандартам. Отмечая позитивные изменения, министр образования Шахабас Шахов указал и на проблемные стороны системы. Самое сложное для нас оказалось обеспечение 100% охвата детей дошкольным образованием. К сожалению, нам не удалось выйти на 100% уровень. Сегодня это составляет 84%. И большая надежда, что к этой работе подключится частный сектор. Сегодня в городе Махачкале уже функционирует 14 детских садов. И нам думается, что в этом направлении будем работать. Немаловажную роль в структуре образования имеют и трехсменное обучение. В Махачкале в три смены учатся школьники девяти школ. В Хасавюртовском районе двух. В Магарамкенском и Кумторкалинском осталось по одной школе с трехсменным обучением. Связано это с миграцией жителей сел в города. Только за последние четыре года в Махачкалу Каспийский Хасавюр переехало 20 тысяч школьников. Второй год мы участвуем в программе создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях. В рамках этой программы мы сегодня сдаем Каспийские школы на 1224 месяца. И в конце года еще семь школ будут сданы. И на следующий год дали заявку на 17 школ. Обсуждая профильное обучение и предпрофильную подготовку, начальник управления образования столицы подчеркнул, что в Дагестане имеются практически все ресурсы для успешной реализации поставленных задач. В этом году в целом наши выпускники очень хорошо сдали единый государственный экзамен, поступили в лучшие вузы Российской Федерации. И, конечно же, как глава республики сказал, приоритет – это качество образования. В Кумыкском театре в рамках мероприятия состоялась также презентация колледжей, школ и лицеев города для особо одаренных детей. Почетные гости ознакомились с ресурсами экспериментальных творческих площадок, встретились с учителями-новаторами и побеседовались с отличниками учебы. Лариана Шемхалаева, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала.